Святочные дни. Двери в кухню семьи великого донского атамана Ефремова распахнуты для гостей, как и 240 лет назад. Сегодня вместо суеты атаманской прислуги к праздникам, суета коллективная. Работники музея подбирают и культурную программу для мероприятий, и обязательно хлебосольную. На Донуе у нас станицы – это испокон века вареники с творогом или с сюзьмой. Ну, сюзьма – это тоже разновидность творога, это только он делается из заквашенного молока. Вот такие вареники только делали. Пельмени с картофелем – это уже позже гораздо делали. А вот вареники с творогом – как обязательно. И, конечно, о продолжении святок. Таинственные вечера для всех, для незамужних девушек особенно. Молодые казачки на суженого гадали тоже своим, казачьим способом. После полуночи, да, одно из таких распространенных гаданий – это приносили петуха в дом. Приносили и ставили три блюдца. Одно с водой, другое с зерном. И ставили зеркало перед петухом. Если вот он подойдет сразу воду пить, значит, суженный будет пьяница. Если станет клевать зерно, то, значит, будет такой хозяйственный, все будет в домнести. Но если он заглядится сам на себя в зеркало, то будет какой-то очень самодовольный. Трудовые будни идут, но рождественские праздники продолжаются. В Старочеркасске обещают – все, кто приедет сюда, ощутят праздничное настроение с истинным казачьим весельем. Субтитры создавал DimaTorzok